Телеканал «Видное ТВ», датой основания которого официально считается 1 сентября 1995 года, быстро стал популярным у местных жителей. Команда молодых журналистов во главе с Владимиром Меньшовым училась мастерству телевидения, видя опыт работы на центральных каналах, а также нарабатывая собственные практики. Идей было много. Детское направление в телевидении развивалось особенно быстро. С лагерями было туго, и в летний период у нас в кинотеатре была детская площадка. Чтобы занять детей, решили делать детский проект. Самым первым проектом был телевизионный проект от Балды. Вел я его с Зименковой Сашей, с девочкой. Она тогда еще учила в школе, сейчас она уже закончила институт. А потом у нас еще был проект «Наш самый-самый». Это проект был для всех школ города Видного. И еще было дважды мы проводили туристическую эстафету. То есть на базе нашего кинотеатра, тех детей, которые к нам приходили. Кто быстрее прищет пуговицы, тот в этом конкурсе и победит. Стреляли по мишеням, забивали гвозди, бросали мячи в корзину, собирали пазлы и многое другое. Боролись за главный приз. Победитель проекта «Наш самый-самый» награждался туристической путевкой на всю команду, на весь класс, по сути дела, в Ленинград на выходные дни. В пятницу, в субботу, в воскресенье. Это было круто? Да, это было круто. И, конечно, борьба была нешуточной. Также на телеканале появились юные ведущие. Передача «Между нами» захватила эфир «Видное ТВ» и считалась одной из самых любимых местной молодежи детворой. И это понятно. В ней подрастающее поколение города видело себя. Одной из ведущих передачи была Маша Ермакова. Мне очень радовалось. Было ощущение, что я делаю что-то стоящее и полезное. Хотелось делиться. Потом хотелось быть на телевидении. И плюс это добавило гораздо больше активности в мою жизнь. То есть мы посещали разные интересные мероприятия. Причем мы брали интервью, звезд, на концертах, когда к нам приезжали, на разных ивентах городских. И это было очень здорово. Шло время. Журналисты становились опытнее, а проекты амбициознее. В 2012 году в эфир вышла передача для школьников «Наше время». Сестры Лохматова, Кирилл Усманов и Евгения Васильева были не просто ведущими, а полноценными соавторами. Участвовали в съемках, монтаже, в общем, проходили настоящую школу журналистики. В то время, сколько это, лет 15, наверное, 14 было. Конечно, казалось, что это один из путей, по которому в будущем мы пойдем. И на самом деле все это время, и сама передача, и все наставники, все люди дали очень многое. Вот. Ну, не знаю, почему не сложилось так, но я как бы об этом не жалею. Просто очень хорошие воспоминания и много опыта, который в жизни все равно пригодился. Жизнь расставила свои приоритеты. Екатерина и Виктория занимаются юриспруденцией. Кирилл остался верен журналистике. Обучает ребят в Центре импульс ценизенному мастерству. Сотрудничает с нашим телеканалом. В эфир выходит его авторская программа «Фокуси». И когда мы только начинали, мы же стояли у истоков. Это было в шестой школе. Тогда вот зародился проект «Наше время». И мне это все понравилось, потому что изначально я думал на актерский поступать. А когда я понял, что такое журналистика, и как она многогранна, и как ты можешь быть и оператором, и ведущим, и корреспондентом, да кем угодно, и видеомонтажером, это меня как-то увлекло, мне это стало интересно. И я понял, да, это именно то, чем я хочу заниматься. Проект «Погода дети» – следующий этап увлечения юного поколения видновчан в телетворчество. Около 20 ребят смогли попробовать себя в качестве ведущего «Погоды». Один из них – Остап Кадерлеев. Тогда ему было 8, сейчас – 14. Помню, что немного волновался перед тем, как начиналась съемка, но съемочная группа очень помогала мне, поддерживала меня. И я переосилил, и вышел все-таки, снялся. Это было достаточно интересно, очень интересный опыт. На самом деле это очень раскрывает твой потенциал. Ты не боишься сцены, ты идешь вперед, ты развиваешься в общении. Но и на этом «Видное ТВ» не остановилась. Спустя год новый грандиозный проект, инициатором которого была главный редактор Елена Бабина. Телеканал объявил о создании отряда особого назначения. Стартовал весенний призыв. Эксперты должны были быть рассудительными. Президентцы – это когда все собираются и что-нибудь обшуздают. С мышлеными. А ты слышала когда-нибудь про куклу Барби? Еще как слышала. У меня вот столько Барби. Забавными. Мне очень понравилось, что у вас здесь так уютно. Каждый день выходил новый выпуск. Обсуждали все – от правильного питания до выборов от моды до космоса. Даша Зубкова в студии телеканала не была больше шести лет. О, как круто. Изменилась студия? Да, прям очень изменилась. Помнишь, где стул стоял, где вы сидели? В каком месте? Вот здесь было где-то. Любит пересматривать выпуски отряда особого назначения, говорит, смеется от души. Самое интересное, смешное, которое я пересматриваю каждый раз – это выпуск «Разговор о появлении детей». Там очень смешно. Я рассуждаю и всегда смеюсь, когда смотрю этот выпуск. Когда женщина спит, приносит аист, куда в рот запихивает, ребенок прорезает, и оказывается, живочка аист улетает потихоньку. Сейчас ребята выросли, изменились, с трудом узнают друг друга. Тимофей Чепурный в проекте напоминал маленького профессора. Рассуждал на разные темы с видом знатока. Например, о будущих мамах. Семь лет еще можно в школу приносить игрушки. В восемь или девять уже редко нужно приносить. А в десять или одиннадцать вообще уже нельзя. Мне было интересно, потому что там можно было ответить на вопросы разные. Мне тогда казалось, что я серьезно очень отвечаю, но только сейчас я понимаю, что это все смешно очень было. Паша Брылов был самым маленьким в отряде особого назначения. Ему едва исполнилось тогда четыре года. Малышу досталась важная задача. Он снялся во всех промо-роликах к проекту. Мам, Вася вернулся! Ура! Здравствуй, сынок! Сложно сосчитать, сколько всего видновских ребят прошло через проекты телеканала. Но каждый, мы уверены, вспоминает это время как необыкновенное и увлекательное. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.